Друзья, всем огромный привет! Выходной, дача, погода у нас отличная. Сегодня будем готовить узбекский плов. У нас здесь полтора килограмма риса лазер, растительное масло, два килограмма говядины, лук, морковь, чеснок, перец чили, горох нут 300 грамм, я замочила на ночь в холодной воде, курдюк из специй, черный молотый перец, паприка, зира и кориандр. Начинаем! В холодный казан кладу курдюк. Кладу курдюк растопится, шкварочки уберем и будем добавлять растительное масло. Лук нарезаем полукольцами. Лук нарезали. Курдюк вытопился, шкварочки убираем. Наливаем сюда растительное масло. Я думаю, грамм 150 еще. Все. И ждем, когда масло хорошо нагреется. Проверим морковочкой, нагрелось ли масло. Смотрите. Масло нагрелось, можно закладывать мясо. 2 килограмма. У меня говядина. Конечно, в идеале использовать баранину. И лучше мясо на кости. Ну, ладно. У меня, друзья, обратите внимание, мясо нарезано крупным кубиком. И вот так вот. Закладываем. Закладываем. Мясо закинули и не трогаем. Ждем, пока с той стороны образуется золотистая хрустящая корочка. Готовим. Мясо с той стороны обжарилось. Переворачиваем. И продолжаем жарить. У меня оранжевая морковь. А есть же еще и желтая. Можно и желтые морковочки добавить, если у вас есть. Друзья, у нас парадокс. Значит, я хотела плов приготовить уже давно. Но не было в магазинах морковки. Видимо, старая закончилась, а новую еще не привезли. Я и в супермаркетах была, и в мелких таких магазинах. Нету морковки и все. Ну, думаю, ну что это такое? А своя морковь вырастет у нас. Не скоро еще. Только, наверное, в августе будет. Она еще у нас, так сказать, растет. В стадии роста находится. Вот нарезаем вот так вот морковочку. И такими брусочками. Пока обжаривается мясо, вот эти продукты ждут своей очереди. Сначала мы будем добавлять после мяса лук, морковь, нут, чеснок и перец чили, все специи. И в самую последнюю очередь у нас пойдет рис лазер. Идем к казану. Нагрев в казане хороший. Мясо у нас обжарилось. Смотрите, друзья, очень хорошо. Добавляем лук. Сейчас хорошо перемешиваем. И нам нужно хорошо обжарить лук. Лук хорошо обжарился с мясом. Солю. Все хорошо перемешиваем. И обжариваем мясо со специями буквально минуту. Чтобы мясо такой вот насыщенный вкус имело специй. И зиры, и кориандра, и паприки, и перчика. Ой, какой аромат сразу казанам. Вообще специи, зира, кориандр, супер, очень ароматные. Обратите внимание, сколько морковки. Добавляем. Все хорошо перемешиваем. Морковка хорошо обжарилась. У меня здесь барбарис и нут. Закладываем. Все хорошо перемешиваем. Наливаем воду. Рис нужно, друзья, промыть хорошо, чтобы водичка была чистая. Зирвак под крышкой томится 2 часа, так как куски мяса нарезаны очень крупно. Нагрев я делаю сразу побольше. Выкладываем чесночок. И перчик чили. Проба на соль. Самое тон. Сперва должен быть немного пересоленным, так как рис много соли в себя выбирает. Вот столько у меня по жидкости. Обратите внимание. Теперь я вот так вот все разравниваю. Начинаю закладывать рис. У нас было жидкости много в казане, но так как мы зирвак варили 2 часа, и много жидкости испарилось. Обратите внимание, сколько жидкости в казане. Совсем немного прикрыла рис. Больше жидкости добавлять я не буду, так как рис должен готовиться на пару. Сейчас у нас нагрев хороший. Готовим. Варим рис и вот так вот совсем немного-немного его перемешиваем. Чтоб он у нас готовился равномерно. Вот так вот немного перемешиваем рис. Огрев я уменьшаю. Делаю вот такую горочку. Вот обратите внимание, здесь немного жидкости есть, но совсем немного. Рис у нас сейчас аль денту, то есть полусырой. Закрываю крышку. Нагрев делаю на минимум. Так, теперь заливаю угли немного. Всё. В общем, наш рис томится на пару минут 30-40. Ждём. Если в печке будут разгораться угли, я их буду заливать. Нам нужен нагрев на минимум, чтоб наш рис именно томился на пару. Готовим. Друзья, идём к казану. Посмотрим, как там у нас плов томится. Смотрите, друзья, еле-еле томится. Закрываем крышку и ждём ещё минут 20. Готовим. Друзья, меня волнует один вопрос. У нас получился плов или рисовая каша? Посмотрим. На внешний вид вроде как плов. Всё аккуратненько. Вот так перемешиваем. Друзья, целый большой казан плова у нас. Самое главное, нужно плов хорошо перемешать. Чтоб соединить и рис, и нут, и мясо, и лук, и морковь. Вроде как плов. Не каша. Да, друзья? И выкладываем. Плов у нас получился рассыпчатый достаточно. Говядинка, нут. Конечно, в идеале это баранина, друзья. Ну, что имеем, то имеем. У нас с бараниной сложно. У меня здесь даже будет не один ляган, а два, наверное. Много плова. Смотрите. Целый большой ляган. Обратите внимание, какой получился рассыпчатый плов. Не каша. Смотрите. Друзья, ну что, плов готов. Я человек русский, поэтому я небольшой специалист по плову. Когда я готовлю плов, мне всегда волнует один вопрос. У нас получился плов или каша? Вот на данный момент у нас получился плов. Пробуем. О! Не каждый узбек такой плов приготовит. Я вам скажу секрет. Если вы хотите, чтобы у вас получился вкусный плов, в плове должно быть достаточно много жира. Сначала вы обжариваете, допустим, курдюк, добавляете растительное масло, и потом обжариваете уже мясо. Но, конечно, лучше всего это использовать мясо на кости и баранину. Ну, у нас, как сказать, что имеем, то имеем. Но, тем не менее, мы курдюк обжарили, и курдюк придал нашему плову свой вкус баранины. В общем, плов получился отличный. Зирвак. Варите зирвак на медленном огне часа полтора. Сварили зирвак. Начинаете туда добавлять хорошо промытый рис. Много сильно зирвака не должно быть, иначе получится каша. Вот немного прикрыл зирвак рис. Варите на хорошем огне до тех пор, пока почти не испарится вся жидкость в плове. Как только почти вся жидкость в плове испарилась, вы нагрев делаете просто на минимум, закрываете крышку и томите плов под крышкой минут 35-40, чтобы вот плов, так сказать, набухал именно на пару у нас. И тогда у вас получится рассыпчатый плов. Какой он у меня получился рассыпчатый, друзья? Смотрите, каждая рисинка к рисинке. Смотрите. В общем, пробуем. Очень вкусное мясо. Смотрите. Говядинка. Получилось, как тушенка. Друзья, смотрите. Рисинка к рисинке. Никто не скажет, что это каша. Даже падает целый большой леган. Друзья, готовьте вместе с Еленой узбекский плов на природе, в Казани или дома на плите. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Я вам желаю приятного аппетита, отличного настроения, хорошей погоды. И побольше, друзья, вот таких вкусных блюд на вашем семейном столе. Готовьте узбекский плов вместе с Еленой. Всем удачи, пока. Ну, а мы будем кушать. Вот у нас вот этот леганчик неподъемный и в Казани еще есть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok